Все, что дает возможность узнать жизнь наших предков, помогает составить представление о мире и обществе, воспитывает чувство гражданственности и любви к своей малой родине. Герой нашего следующего репортажа всю свою жизнь прожил в Маевском сельском поселении. Его заслуженно можно назвать патриотом своей малой родины. Недавно под его авторством вышла книга, которая так и названа «Моя малая родина». Автор считает, и юные славянцы должны знать историю того уникального места, где они родились и выросли. Без дня вчерашнего не будет дня будущего. Именно так думают в администрации Маевского сельского поселения. Поэтому было принято решение издать книгу, в которой отражалась бы славная история людей, проживающих в Маевском сельском поселении с конца 19 века по настоящее время. Сведения о хуторах этого поселения собирались по крупинкам, из воспоминаний старожилов, тех, кто стоял у истоков создания этих населенных пунктов. Один из них – Георгий Чмелев, автор книги «Моя малая родина». Георгий Чмелев родился в хуторе Маевском. Здесь он учился и проработал большую часть жизни. Сначала председателем сельского совета, затем год возглавлял администрацию Маевского сельского поселения. Сейчас Георгий Семенович на заслуженном отдыхе. Несколько месяцев назад поселенческая администрация предложила ему написать об истории хуторов поселения. Георгий Чмелев согласился. Я родился и вырос на хуторе Маевский. Фамилии многих старожилов, указанных в брошюре «Моя малая родина». Я жил вместе, помню, в детстве общался с ними, слушал их рассказы об истории образования наших хуторов. Я в течение трёх месяцев эту историю написал. Но повторяю, что моя работа заключалась в обобщении воспоминаний старожилов. Все они указаны в брошюре «Моя малая родина». Георгий Чмелев поделился воспоминаниями из прошлого с нашей съёмочной группой. Показал место, откуда начиналось строительство хутора Маевского. На вот этом месте, где мы стоим, чуть восточнее метров 500, далее туда располагался хутор Маевский. Дом культуры хутора Маевский построен в 1935 году колхозом «Красный Таманец». Брошюра вышла тиражом порядка 200 экземпляров. Половина из них хранится в администрации поселения. Часть Георгий Семёнович подарил жителям, в основном молодым людям. Считаю, что эта брошюра нужна для подрастающего поколения. Дети должны знать историю наших хуторов. Должны знать, что несмотря на то, что в нашей литературе те времена называются застойные, но их деды внесли достойный вклад в развитие наших хуторов, в развитие нашего сельского хозяйства. В память о встрече Георгий Чмлёв подарил нашей съёмочной группе один экземпляр брошюры. Пусть с небольшой, но такой богатой и уникальной историей поселения. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».